Но кем мы не хотели стать, нужно прежде уяснить, что в достичь высот в профессии, в школе знания должны мы получить. Кто же нам поможет в этом? Скажем, дружно не таять. Это наши самые лучшие, самые добрые и справедливые, самые мудрые учителя. 26 августа в здании районного дворца культуры «Молодость» прошел августовский педсовет на тему формирования социально активной личности, основополагающий принцип педагогической деятельности. Участниками совета стали депутаты сельских поселений, руководители предприятий, работники администрации, депутаты совета муниципального района и преподаватели образовательных учреждений. О готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году выступил глава администрации района Ахат Кутлахметов. Уважаемые участники конференции, через несколько дней, наступит 1 сентября, оживут наши школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. И несмотря на дефицит бюджета района, подготовка образовательных организаций к новому учебному году прошла успешно. Все образовательные организации готовы к приему детей. Также в своем выступлении Ахат Явдатович поставил цель для всего педагогического состава – войти в десятку лидеров образования в республике по основным показателям. А именно это высокая успеваемость и высокие результаты ЕГЭ. О причинах повышения этих показателей в своем выступлении упомянул заместитель министра финансов республики Башкортостан Зинур Бакиров. Итоги государственной итоговой аттестации по сравнению с прошлым годом в республике изменились в лучшую сторону. Стабильным остаются результаты по-русскому и существенно улучшились результаты ЕГЭ по математике, базовой и профильному уровню. В целом по республике выросла доля высокобальных результатов. Успешенному проведению ЕГЭ способствует обеспечение трансляции процедуры экзамена в 75% пунктах и привлечения федеральных общественных наблюдателей. В этом учебном году на видеонаблюдение выделено 17 миллионов рублей дополнительно, что должно способствовать дальнейшему повышению результатов ЕГЭ. После своего выступления заместитель министра вручил благодарственные письма и почетные грамоты участникам слета юных геологов, а также лучшим педагогам Куиргодзинского района. Цели и задачи на новый учебный год поставлены. Теперь только нужно идти к осуществлению поставленного плана.